Всем привет дорогие друзья! Мы уже заселились в наш отель в Карси. Вечер. Сегодня мы идем только кушать, а завтра будем смотреть все достопримечательности. Сейчас я вам покажу, как выглядит наша комната. Мы остановились в небольшом отеле, но очень красивом, комфортном, уютном. Вот так вот он выглядит. И сейчас показываю вам комнату. Мы только что заселились. На входе у нас здесь конечно же туалет, ванна. Есть полотенце и все необходимые шампуни и гели для душа. Есть фен, слава богу, потому что это не самый дешевый отель. Ну и здесь мыло и так далее. И показываю вам комнату. Комната достаточно большая. Комната достаточно большая. Двухспальная кровать, односпальная кровать, телефон. Есть у нас шкаф. Холодильник в армии. Есть холодильник вот такой большой. В мини-баре вода. Ну и телевизор. Что у нас с видом? Вид нам не очень важен. Вид у нас на центральную улицу города. И вот так вот называется наш отель. Отель Канак. Ну и конечно же вас интересует, сколько стоит этот отель. За две ночи в этом отеле мы заплатили 400 лир. Это не самый дешевый отель, но, друзья, в Карсе, к моему удивлению, все отели были достаточно дорогие. Мы проголодались. Идем кушать. Самый маленький в мире лифт. Меньше лифта. Кто был в лифте еще меньше, пишите обязательно в комментариях. Мне кажется, меньше лифта не бывает. Для трех человек. Ну, максимум. Три. Ну что, друзья, мы пришли кушать. И посмотрите, первое отличие. Вот такие вот большие котлетки, где мы не встречали ни в каких городах Турции. Также здесь дают салат. Айхан пробует. Котлету пробуй, Кёфта. Очень вкусно. И вот эта вот вся еда нам вышла 40 лир. На самом деле, очень вкусно. Большие порции и 40 лир. Ну, конечно же, вода бесплатна и салат тоже. Покажу вам быстро по ценам меню. Пиде, различные виды пиде 13 лир. Начинается блюдо, которое мы взяли 10, 17, 15 лир. Супы 6 лир, 8 лир. Есть различные кебабы. Донеры. Ну и, конечно, на сладкое что-то. И напитки. Вода здесь бесплатна. В карте идет дождь, и мы с Айханом, как туристы из Алании, приехали в одних футболках. Тишорт лергерли. Сейчас ищем какие-нибудь кофты. Холодно, 16 градусов, аж уши мерзнут. Нормально, нормально. Нормально, ага, нормально. Идет, идет, мерзнет. В общем, друзья, если поедете сюда даже летом, обязательно берите с собой теплые кофты. Да, два дня подряд дождь. В общем, нам не повезло. Но все равно здесь классно. Вот так вот здесь делают чай, настоящий чай на углях. Вот в таком старинном чайнике, самоваре. И вот таким вот образом разливают. Мы гуляем с Айханом по Карсу. Купили ему вот такую вот куртку, чтобы не мерз. И завтра мы отправляемся в очень интересное место. Обнаружили вот такой вот красивый старинный дом. Поэтому завтра вам все покажем. А сейчас отправляемся в отель отдыхать. Наступило утро, и в нашем отеле подают завтрак. Небольшой шведский стол. Мы с Айханом кое-что взяли, но сейчас я вам покажу сам шведский стол. А еще дают, конечно же, чай. Вот так вот выглядит наша небольшая столовая. Здесь различные бюреки с картошечкой. Картошечка. Также здесь готовят чай, кофе. И вот так вот выглядит наш стол. Кстати, сыры в Карсе. Одни из самых вкусных сыров. Колбаска. Различные варенья. Яйца. Ну и, конечно же, огурцы, помидоры. И оливки. И вот такие вот интересные сыры. Рассыпчатые. Либо сыр вот такой вот ниточкой. Мы уже на улице. Утром было очень солнечно. Буквально полчаса назад. Сейчас 9 утра. Но уже прохладно. В общем, солнце заходит-выходит. На улицах много народу. Завтра байрам. И мы идем на автобус. Едем в одно очень интересное место. Перед байрамом продают всевозможные сладости, фрукты. Очень много народу на улицах. Все что-то покупают, готовятся к праздникам. Даже есть кукуруза, ножи. Ну, в общем, друзья, город небольшой, но живет очень активной, бурной жизнью. Мы сейчас едем в Ани, античный город. Ани, антик Кенти, который находится в 42 километрах от Карса. И, друзья, Карс, я вот прочитала в интернете здесь одну статью, его называют самым русским городом Турции. Почему? Потому что с 1878 до 1917 года город был частью Российской империи. И с этого периода осталось очень много интересных домов. И, кстати, есть один дом, где сейчас открыт отель, в который мы с вами тоже сходим. И также автор статьи пишет, что Карс очень древний город. Его история начинается с 4 века. Представляете? Но самый актуальный период истории Карса начинается с русско-турецких войн 19-20 веков. Поэтому, если вы хотите больше знать про Карс, обязательно читайте в интернете. Это очень интересно. И, кстати, более подробно про Карс и почему я хотела всегда поехать в Карс. Мы посмотрели фильм с Айханом, наверное, лет 5 назад. Называется он «Дели-дели-олма» – «Не сходи с ума». Это очень интересный фильм, краткая история о том, как одна турчанка была влюблена в русского, который проживал здесь. Но по каким-то причинам их судьба не сложилась. И они остались жить в одном городе и на протяжении очень многих лет враждовали. В общем, очень классный фильм. Кого интересует, оставлю, напишите в комментариях, оставлю ссылку на этот фильм. Но фильм просто до слез. И место действия был Карс, зима. Было настолько холодно, было очень морозно. И после этого я захотела поехать в Карс, потому что он привлек мое внимание. Но сейчас мы едем в античный город. Сама про него ни разу не слышала, как он мне рассказал. Поэтому едем вместе с вами. С центра Карса вы можете доехать вот на этом муниципальном автобусе. Ехать примерно 40 минут. И мы уже приехали в античный город Ани. Автобус ходит два раза в день, в 9 утра и в час. Вход стоит 8 лир. И здесь есть вся основная информация про античный город Ани. Друзья, мы приехали в античный город и встретили ребят из Сингапура, которые приехали из Грузии. Приехали в Карс и путешествовать по Турции, потом поедут в Каппадокию и в Стамбул. Итак, ребята, почему Туркия? Почему вы приехали в Туркию? Ну, такие сцены, которые вы видите в Туркии, они очень разные, от того, где мы. Мы из Сингапуры, и мы не получили такой сцены в нашей регионе. Итак, вы едете в Каппадокию? Да, это наш следующий стоп. И Стамбул. И Стамбул – это наш последний стоп. Так что вы любили? А, вы просто приехали в Каз? Мы приехали в Каз вчера, кстати. Да. В общем, у вас есть лучшие варианты. Каппадокия и Стамбул – это как раз. Стамбул – это город, который вы никогда не забудете. Это просто как всегда. Вы будете встать в Каз. Как долго вы будете здесь? 4 дней. 4 дней. 4 дней. 4 дней. тоже путешествуйте. Вот таким вот образом выглядит план древнего города Ани. Видите, 31 монумент, который стоит здесь посмотреть. Ну, в общем, идем. И город датируется примерно 10-м веком нашей эры. Поэтому, если вы хотите узнать больше истории, добро пожаловать. Очень умиротворенная здесь атмосфера. Также, видите, пасутся коровы, античные постройки. И за полтора часа мы сейчас постараемся все это обойти. Красиво, много историй. Для любителей истории здесь просто райское место. А еще здесь вот такой вот мальчик. Он пасет, представляете, 30 коров. Вообще не боится. Но они все боятся, к ним даже не подойти. Испугались коровки нас. Мальчик молодец. Утром их приводит. Утром их приводит, потом отводит на водопой, а потом опять приводит сюда пастись. Вот, друзья, с таким милым мальчиком мы познакомились. Представляете, ребенку 13 лет. И в 13 лет он пасет 30 коров. Утром, вечером следит за ними. Ну, в общем, молодец. Работает. Все рассказал тут про античный город. В общем, умный, хороший мальчик. Пожелаем ему удачи в будущем, чтобы все у него хорошо в жизни становилось. Античный город Ани находится прямо на границе с Арменией, друзья. И вот там проходит уже граница с Арменией. Буквально вот рукой подать до туда. Вот так вот выглядит одна из церквей. Это апостольская церковь. Здесь до сих пор идут раскопки, археологические раскопки. Здесь до сих пор ведутся, видите, реставрационные работы, археологические раскопки. И это один из самых больших храмов на территории античного города Ани. Ну и, конечно же, панорама, пейзаж. Здесь просто какой-то космический, когда из-за облаков падает свет. Очень красиво все смотрится, конечно. Видеть это нужно только своими глазами, поэтому, друзья, еще раз говорю, обязательно приезжайте. Долина, внизу река. И, кстати, по этой реке проходит граница Армении и Турции. Вот так вот еще раз выглядит граница Армении и Турции. И апостольский храм. Эта церковь была построена в тысяча десятом году. И здесь, оказывается, можно зайти в этот храм. С той стороны закрыто, а здесь открыто. Посмотрите, какая красота. Ой, просто дух захватывает. А какая здесь тишина невероятная. Еще одна из мечети, которая была построена в тысяча девятьсот семьдесят... О, в тысяча семьдесят первом году. И отсюда тоже открывается потрясающий вид на турецкую армянскую границу. На той стороне границы, точнее на армянской стороне продолжение античного города. И вот там вот вдали есть, виднеется деревня. И пасутся овцы. А здесь, с этой стороны, расположена еще одна вот такая церковь. Совсем небольшая церковушка. Ну, очень хорошо сохранившаяся. Вот такое вот интересное место, друзья. Античный город Ани. И сейчас мы выходим уже из крепости и посмотрим ее с внешней стороны. Чтобы обойти весь античный город Ани, вам хватит полтора часа. Ну, если вы хотите еще до автобуса останется время, можно прогуляться вокруг крепостных стен. Как я сейчас делаю, на входе в античный город есть музейная лавка, где можно купить различные сувениры. Ну, и, конечно же, есть кафе, где можно купить воду, выпить чай. Чем мой хан сейчас и занимается, пьет чай. Ну, а я гуляю вокруг античного города. Я, кстати, обнаружила открытую дверь. Наверное, для пастухов, которые выгоняют свои стада, скорее всего, так и есть. Ну, а вот так вот выглядят крепостные стены. В Карсте очень много вот таких домов, которые остались с того периода, когда Карст принадлежал Российской империи. Они сейчас на раставрации. Так же вот этот вот желтый дом был построен в тот период. И напротив него находится традиционный турецкий дом, в который мы сейчас и пойдем. Очень большой здесь трафик, потому что Байрам, все куда-то спешат. Вот так вот выглядит, друзья, дом Гази Ахмед Мустафа Паши. Культурный дом. Вход сюда бесплатный. На первом этаже расположена вот такая вот комната. Наверное, комната собраний. Как всегда в таких домах, даже в самую жару, очень прохладно и пахнет прямо деревом и стариной. На первом этаже находилась конюшня, а на втором этаже он проживал здесь в течение года. Здесь сохранилась также старинная мебель. Отреставрирован этот дом был в 2014 году. Очень красивый дом, конечно. В таком доме жить навряд ли когда-то получится. Но потому что все эти дома отданы Министерству культуры и превращены в музеи. На первом этаже Гази Ахбед Мустафа 1839 года Бурса до 1219 года как в тягу. Гази Ахбед Мустафа 1839 года Бурса до 2319 года исламу до 2319 года в суток от 1219 года. Освенности от влажного топору. Кусть Асиа, Турас, Кюзи, Турас, Турас, Елен, Аравия, Анадолю, Крым, 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 Кубан, Украина, в Маджаристан, Босна, Сырбистан, Шуаньки. Они все здесь, в Юналистане все здесь. Вот еще пример такого старого дома. И в нем до сих пор проживают люди. Это не музей, поэтому попасть внутрь мы не можем. Вот так вот выглядят улочки Карса. И везде, практически на каждом шагу, вот такие вот старинные дома, которые сейчас находятся на реставрации. Еще один пример вот такого дома. Например, вот этот. На этой улице расположено большое количество домов, которые как раз были построены в период, когда Карс принадлежал Российской империи. И здесь находились административные здания, здесь находился губернатор, здесь находился офис налоговой службы. В общем, все основные административные здания по обеим сторонам улицы. А сейчас мы находимся в саду одного дома, который принадлежал семье российского офицера. Сейчас здесь отель, и построен этот дом был в конце 19 века. Это сад отеля. Ну и покажу вам, как он выглядит. Конечно же, он уже отреставрированный. Мало что осталось с тех времен, потому что когда русская семья покинула этот дом, здесь была консерватория, потом больница, и потом в очень плохом состоянии этот дом перешел владельцам, которые сделали из него отель. Вот так вот выглядит этот отель снаружи. Это здание стало отелем 5 лет назад. Его отреставрировали. Называется отель Челтинков. Но, к сожалению, от внутреннего убранства ничего осталось. И все внутреннее убранство, и вот эта вот деревянная резьба, это все новое. Но сделали по фотографиям, близко к тому, что было в оригинале. Друзья, мы познакомились с Гамзе Ханым, которая здесь работает администратором. И представляете, у ее мужа, у дедушки, жена была русская. Здесь в Карсе все друг с другом связаны. И Гамзе Ханым, Какие другие русские слова? Картошку называют картол, самовар, молоко, молоко, то же самое. В общем, здесь в Карсе у очень многих семей русские корни и, конечно же, вы приезжайте и знакомьтесь. Гамзе Ханым будет рада показать вам отель. Ну и познакомиться вместе с вами. Дорогие друзья, наше путешествие по Карсе продолжается. Если вы хотите посмотреть дальше, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ну а все остальные наши подписчики, продолжение путешествия по Карсе вы увидите в новом видео. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока.